Тепловизоры, приборы поиска, спасательное оборудование. Без всего этого не обходится ни одна спасательная операция. В снаряжении у сотрудников МЧС, тувы, есть и современные гаджеты. К примеру, квадрокоптеры, которые сегодня активно используются в случаях ЧАЭС. Это DJI Phantom 4 Pro Plus, это DJI Inspire 1. Данные беспилотные летательные аппараты могут улетать от пульта, от оператора, на 5 километров. Рабочая высота у нас обычно 100-150 метров, но они могут подняться до 700 метров, то есть по высоте. Данные летательные аппараты мы используем для поиска пропавших людей на воде, в горно-таежной местности. Это очень удобное поисковое оборудование, то есть если открытая местность, то спасателям уже не приходится много километров ходить и искать человека. То есть мы можем запустить такой аппарат, и в течение 25 минут на одной батарейке он будет находиться в воздухе и производить нужные поиски. Сегодня 27 декабря, в день основания, чрезвычайное ведомство в правительстве тувы чествовали и награждали тех, которые по первому зову приходят на помощь. 528. Цифра внушительная. Если вдуматься, что столько жизней было спасено за 2018 год тувинскими спасателями, пожарными и сотрудниками силовых структур. Каждый из этих спасенных людей попали в опасные и непростые ситуации. Артыш Маскиров, спасатель-водолаз, не раз участвовал в поисковых операциях. Говорит, что в трескучие морозы и в испопеляющую жару идет под воду с обмундированием весом 60 килограммов. Перед вами это гидрокостюм сухого типа, то есть мы в ней работаем в зимнее время. Материал неопреновый, 4-5 миллиметров, он, то есть, можно сказать, вообще водонепроницаемый. Еще шлем, полумаска лицевая, ласту водолаза, ну, чтобы увеличивать скорость водолаза при работе. Еще жилеткомпенсатор плавучести называется, и регулятор дыхания. В день 28-й годовщины основания Чрезвычайного министерства Андрей Назаров, начальник управления регионального МЧС, подводя итоги уходящего года, подчеркивает, что в этом году спасенных жизня больше по сравнению с 2017-м. По всем показателям у нас хорошие результаты, по количеству пожаров, по погибшим людям, значит, по снижению количества пожаров погибших у людей, травмированных на пожарах, по снижению чрезвычайных ситуаций, значит, в целом год прошел благополучно. Вся территориальная подсистема РЧС Республики Тыва отработала достойно во взаимодействии друг с другом. Чрезвычайные ситуации, конечно, были такие сложные, тяжелые, связанные с паводком в Кызырском районе, с биолого-социальной чрезвычайной ситуацией в Баренхимчикском районе, но все справились достойно. Потопление в Кахеме, потопление моста Стухарея, вспышка сибирской язвы – вот основные ЧАЭС 2018-го. Именно силами тувинских спасателей, сотрудников МЧС, ущерб и вред от них был минимизирован. Аясар Иглар, руководитель службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона, рассказал, что это результат постоянных тренировок. У нас ежедневные тоже будут занятия, каждый спасателем занимается, и кроме этого мы повышаем квалификацию. Например, в этом году мы направляли аварийно-востроительные службы 12 ребят для обучения в город Красноярск. Там они обучались газоспасателей, горно-спасательные и разлив нефтяных продукций. И, например, год мы стараемся по два-три человека отправлять именно в водолазные. И, конечно же, эти ребята-спасатели проходят аттестацию. Сотрудники чрезвычайного ведомства, настоящие профессионалы, способны реагировать на различные происшествия на земле, в воздухе, на воде и под водой. Они постоянно на посту. Даже в свой профессиональный праздник они не дремлют, а находятся на боевом дежурстве. Продолжение следует...